Уже скоро украинская певица Ани Лорак появится на российском федеральном канале НТВ в качестве участницы рейтингового музыкального шоу «Ты супер». Сообщается, что артистка будет выполнять роль одной из наставниц и займет кресло жюри. Кроме того, 27 сентября, в день своего 45-летнего юбилея, певица выйдет на сцену Крокус Сити Холла в Москве. Также, согласно афишам, певица собирается выступить в Санкт-Петербурге 25 октября. Эти новости вызвали недоумение у российской публики. Следует отметить, что сначала в специальной военной операции и по сегодняшний день певица всячески избегает четкого определения своей политической позиции и пытается, что называется, усидеть на двух стульях. Сначала Лорак пыталась как можно дольше сохранить молчание на эту тему. Потом под давлением публики заявила, что ей многое хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. А чуть позже Лорак опубликовала открытое письмо на своем сайте, где акцентировала, что организация «Правый сектор», признанная в Российской Федерации экстремистской организацией и запрещенная, не имеет права спекулировать на ее имени, а в целом она за мир и родную Украину. Такая позиция не устроила ее земляков, которые в итоге сорвали гастрольный тур артистки по Европе. Высказала свое недовольство и российская публика. В марте были отменены концерты Лорак в ряде городов, в том числе в Краснодаре. Мэр города Евгений Наумов заявил, что не даст зарабатывать в городе артистам с такой позиции относительно СВО, потому что нельзя гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят. И эти опасения небезосновательны. В 2023 году Лорак отыграла онлайн в запрещенной социальной сети благотворительный концерт. Привет, мои дорогие! Сегодня особенный день для меня. Я подготовила для вас акустическую версию нескольких моих любимых песен, а также мне бы очень хотелось помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. Ссылку смотрите ниже. А деньги слушателей попросила перевести благотворительный фонд помощи для поддержки всех семей, которые потеряли свои дома или пострадали от этой трагедии. Интернет-ссылка для денежных переводов ввела на англоязычный сайт. После обвинений в поддержке ВСУ, посыпавшихся в адрес Лорак, данная публикация исчезла с ее страницы. Но, как оказалось, неоднозначная позиция певицы и неоднократные публикации в СМИ о якобы гуманитарной деятельности Ани Лорак, направленной на помощь то ли мирным беженцам, то ли ВСУ, никак не смогли нарушить ее планы. Судя по всему, у Лорак серьезные покровители в России, которые поспособствовали ее триумфальному возвращению в российский шоу-биз и на голубые экраны страны. Иначе как объяснить, что, например, депутат Госдумы Александр Шолохов в своем заявлении News.ru сказал, что не видит принципиальных противоречий в участии украинской певицы Ани Лорак в российском шоу «Ты супер!». По его словам, делить людей по национальному признаку не стоит. Шолохов заявил, что мы судим о людях не по национальности, а по делам и их отношению. Россия тем и отличается, что она с ненавистью относится не к украинцам, а к бандеровцам и нацистам. При этом господин Шолохов не уточнил, за какие дела и отношения Ани Лорак дан второй шанс на российской эстраде и федеральном телеканале. Также депутат добавил, что если слухи о спонсировании Ани Лорак в СУ окажутся правдой, то это дело правоохранительных органов. Если человек осуществляет поддержку в СУ, то это приравнивается к поддержке террористической деятельности и, соответственно, ведет к уголовной ответственности. К ее творческой деятельности это уже не имеет никакого отношения, резюмировал он. А экс-депутат Госдумы политик Роман Худяков, ранее называвший Лорак предательницей и предрекавший ей конец карьеры, тоже резко поменял свое мнение. Увидев, что Ани Лорак, некогда украинская, а ныне российская певица живет и работает в России, может в голове у кого-то из зомбированных граждан Украины проясниться быстрее. Но от Лорак нужно больше слов благодарности России и щедрому доброму российскому народу, который столько ей дал, выразил свое мнение политик. А что вы, уважаемые зрители, думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.